здравствуйте это программа открытый диалог с вами николай пивненко 1 декабря в мире отмечается международный день борьбы со спидом ну или всемирный день борьбы со спидом почему 1 декабря и какова ситуация со спидом с вич инфицированными которые живут сегодня среди нас и в том числе в городском округе люберцы обо всем об этом мы поговорим с нашей гости сегодня в студии главный специалист по организации медицинской помощи вич инфицированным городском округе люберцы врач инфекционист елена разговорова здравствуйте лена грязь почему 1 декабря все таки потому что было просто принято 88 году было принято решение что будет проводиться и в этот день день всемирный день борьбы со спидом у многих вдруг сложилось впечатление что ну как-то вич инфицированная проблема проблема спида даже ушла не то что на второе а может быть на третий на четвертый план с приходом коронавируса мало того некоторые люди ведь слова инфекциониста туда и туда подходит отход некоторые люди вдруг говорят что но это очень даже похоже на какой такой глобальную какую-то вич инфекцию с точки зрения что человек за такое короткое время сгорает у всего организм не борется с болезнью можно ли это как-то сравнивать или это все-таки по-прежнему отдельные вещи и спид никуда к сожалению от нас не ушел а коронавирус это что-то новое но насчет сравнения это абсолютно некорректно потому что если сравнивать то сравнивать с острыми респираторно-вирусными инфекциями и в этой ситуации будет очень корректно сравнение с испанкой 100 лет назад и вот там корректность прям абсолютная включая вот эти так называемые волны к названиях тоже скажем так бы того и абсолютно не неправильная с точки зрения врача из вас как врача коробит волна номер два номер три коробит 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 вот с точки зрения того где же вич инфекция в этой всей истории да то она никуда не делась единственное что в связи с тем что люди боятся от правда это правда очень многие люди боятся обращаться без лишней необходимости в медицинские учреждения гораздо меньше сдается анализов на вич и у нас в этом году как бы улучшение статистики но это улучшение статистики абсолютное но она не относительная а то есть людей меньше обратилась и получается меньше выявляет вроде как да а какова статистика вот поняли что концу года но хотя бы вот но вот я могу сказать полюберцам потому что вот мы вчера смотрели как раз эту статистику на 123 новых случая прям посмотрели специально к 1 декабря но если брать предыдущие годы то у нас в общем-то заболеваемость начиная где-то с семнадцатого года росла росла и рос именно половой путь и там было 160 180 был год когда у нас было 200 чуть больше 200 человек в этом году 123 понятно что ну да цифры с одной стороны радует с другой стороны мы понимаем же опять же что коронавирус и и здесь свои щупальца пустил я действительно люди даже с заболеваниями куда проще до боятся идти сейчас врачу боятся подхватить опять же в той поликлинике да я сейчас привяжусь к вашему словосочетанию половым путем то есть по-прежнему вот вирус иммунодефицита все-таки основная передача это половой путь означает ли это два момента которые ну собственно говоря обсуждаются в том числе и в интернете в социальных сетях как угодно иногда это делает совершенно открыто что сегодня мало того что возвращается почему-то секс без способов защиты да ну как минимум без презерватива потому что какие-то слухи ходят что в принципе даже если заразишься то сразу не умрешь или вообще не умрешь вот это первая версия а вторая версия что к сожалению многие молодые люди сегодня занимаются сексом я не говорю да а жизнь семейной под какими-то так сказать дополнительными химическими веществами и в связи с этим они не могут вовремя опять же защитить себя я угадал но смотрите как интересно у нас вот до этого года долгие годы уже было 50 на 50 в среднем 50 процентов мужчин 50 процентов женщин сейчас статистика мы вчера открыли сами удивились может меня корреспондент спрашивает и я ему не заглядывая в табличку говорю слушай говорю наверное 50 на 50 вот но и 123 человек и 123 женщин только 40 то есть уже получается 1 к 2 до вот этому пропорции это уже настораживает второе значит конечно это возраст возраст не очень подходящий под употребление наркотиков потому что все таки 35-40 лет это уже достаточно взрослые люди я не думаю что в этом возрасте кто может быть они начали то в 20 тащат с собой сейчас уже в принципе времена то к сожалению наркотические у нас мне кажется что веселые продолжаются я имею ввиду с 90 но я думаю что мы про наркотики отправили про эту веточку можно чуть чуть попозже поговорить а вот то что касается здесь мне кажется правда в головах у многих людей но слово страх нехорошее но тем не менее оно ушло по поводу вич инфекции потому что достаточно много знаний и правильных я не мозг к штане неправильные правильные знания очень у многих уже есть знакомые вич инфицированные которые живут обычной жизнью и люди которые допустим сталкиваются вот таким образом до свеч они ведь что батюшки ничего страшного то ну зачем тогда презерватив при сексе с незнакомым или там партнером или партнершей это в голове правда есть и с другой стороны вот они ко мне когда приходит на прием сейчас вот не так давно была совершенно неадекватная реакция когда сидела женщину которую всего в своей жизни два плохих партнера нам гад вы понимаете грубым языком сейчас скажу нам нельзя так говорить прость я не проститутка и я не наркоманка мы сейчас должны говорить по-другому мы должны гореть психоактивные вещества и работники коммерческого секса мы не имеем права к работнике коммерческого до работники работницы спасибо я тебе буду знать правильно говорить вот то есть правда то есть в ее голове уже что то что нога и как это вообще поэтому здесь история такая я думаю что люди немножко расслабились если так можно сказать но при этом а при этом опять же во время коронавирусной инфекции да все таки вот действительно ушел спид как-то на я почему говорю я много видел разных текстов да ну понятно что они совершенно может быть не научные но смысл сравнения в чем не в 1 но не в в патологии этого заболевания а смысл в данности что вот спид пришел к нам как некое такое чтобы человечество немножечко задумалась о своем существовании и вот коронавирусная инфекция тоже пришла уж не знаю откуда для того чтобы немножечко как бы ну навести порядок философский вопрос короче это вопрос философский у меня есть как у человека абсолютно четкое представление и ответа на это но я думаю что я здесь как врач и поэтому все-таки сравнение некорректно абсолютно то есть опасность сохраняется то есть нет того что все бросились заниматься к вида вы не знаете я хочу сказать что вот вчера тоже разговаривали на эту тему потому что очень хочется притянуть к вид к всему всех вообще-то всем к вич инфекции но я хочу сказать что я не я не могу говорить за другие регионы я могу говорить только за москву за московской области за люберцы потому что я здесь да да и я могу сказать что то что касается лечения вич инфекции у нас не пострадала ни разу то есть все пациенты имеют препараты именно те которым необходимо и если допустим пациент возрастной и вот у нас до было ограничение по передвижение карты все такое есть система волонтерства которая обеспечивает доставку мы поговорим еще о лечении то есть во второй части я понял я имеется ввиду что несмотря на коронавирус лекарства были доставлялись вот и системе лечения что важно да как опять же для успокоения но ни в коем случае не для пропаганды такого открытого свободного секса неправильного назовем не научным языком мы поговорим во второй части а я участвовал да а как тогда я хотел все-таки еще раз уточнить то есть у людей психологически почему-то наступил момент спустя вот с 1988 года когда впервые было объявлено 1 декабря всемирным борьбы со спида и когда мы порядка до двухтысячных годов жили все-таки в некоем человеческом но наверно нормальном страхе когда люди с незнакомыми партнерами старались все-таки как-то обезопасить себя то сейчас это как-то немножечко но как бы актуальность ушла сознание людей обычных может быть так и должно быть сначала страх потом уйдет а потом опять будет страх может быть это психологическая история знаете я думаю что эта проблема россии глобальная и в чем она заключается в том что у нас ведь очень много людей болеет да то есть если брать федеральный центр спида эти цифры всегда будут относительны и всегда допустим статистика статистические все вот эти цифры и расчетные они всегда будут не совпадать и каждый будет давать ситуацию со своей колокольни но у нас огромное количество больных хорошо вот если 123 человек а немножечко про другое и очень много людей медийных у которых есть вич-инфекция и я считаю что к сожалению менталитет россии не позволяет этим людям открыто говорить о своем статусе и если люди будут говорить открыто именно известные которым прислушиваются простые да просто обыватели то тогда с одной стороны не будет страха потому что страх это в общем них не сильно хорошие до чувства и с другой стороны вырастет ответственность и все будут понимать что слушай надо лечиться ведь и почему-то когда у человека диабет он лечится а мы по степени воздействия на организм вот спид ставим одно из сравнение это сравнение с диабетом ну хорошо но опять же возвращаясь к теме заражения спидом вы сказали что один из основных путей половых плюс вот половой просто когда разбираешься с партнерами плюс как вы говорите какие-то как правильно вещества психоактивные вещества люди употребляют и вообще в состоянии то есть они с утра встают даже не знают чего было и с кем было вот к сожалению сейчас очень распространено а какие еще есть версии распространения почему об этом задаю вопрос потому что скорее всего по прежнему об этой болезни не хотят говорить публично и громко потому что она считается болезнью такой интимный нехороший значит получается что исходя как только процент ну например человек заражается я не знаю там условно да например у стоматолога он же может принципе заразиться спидом принципе может если не аккуратно будет все сделано может быть тогда через этот путь пойти объяснить что не только от полового происхождения но и просто можно с кровью все связано так вот люди просто боятся они думают что все будут думать да это называется стигматизация она у нас в обществе очень сильно развита но убрать стигматизацию врачи не смогут всегда будет барьер это должны делать люди которые но имеет вес относительно да то есть не в неприменительно к медицине люди сами по себе достаточно ценные в глазах обывателей хорошо сейчас делаем небольшую паузу напомню что у нас гостях главный специалист по организации медицинской помощи вич инфицированным городском округе либерца врач инфекционист елена разговоров напомню что эта программа открытый диалог 1 декабря всемирный день борьбы со спидом напоминаю и в студии у нас главный специалист по организации медицинской помощи вич инфицирован городском округе либерца врач инфекционист елена виктор на разговорова и следующий вопрос время бежит быстро вопросов много и так вот мы понимаем что есть люди которые к вам обратились даже если мы уберем если было бы в наших силах к вид вот не было его все равно даже если бы цифра была больше какой процент людей не придет к вам которые действительно больны спидом и в силу ряда причин они они лечатся но какими-то другими способами сколько примерно столько же или еще больше сейчас я вам вот знаете у меня вчера была эта мысль потому что у меня картотека и в интересах врачебной тайны чтобы она не стояла в общей регистратуре у меня картотека в кабинете у меня пол кабинета заняты картотекой и вот есть карты пациентов которые на лечение их много я думаю что у меня лечится же не только у меня он лечится еще волосном центре спида я думаю что там порядка 1200 карт и прямо вот две стены заняты и одна стена у меня занята тоненькими сеней серенькими карточками и я еще думала утром дать задание медстри посчитать просто тупо вот но но не успела те которые не лечатся при том что у нас раз минимум в полгода обычно 1 квартал мы их вызываем там пытаемся каким-то образом до этих людей достучаться то есть я думаю что вот если брать статистику не то который мы посчитаем а та которая реально у нас на территории люберец где-то регистрация постоянная временная без регистрации вот 800 точно не придут пока им не будет плохо и здесь не столько там они лечатся где-то в другом месте сколько особенность течения вич-инфекции что когда человек заражается он не догадывается что он болен и эта история может длиться и 10-15 лет иммунитет будет потихонечку снижаться вирусу там хорошо вирус не заинтересован убить хозяина сразу ему надо в нем пожить еще желательно чтобы хозяин вел такой образ жизни чтобы вирус еще дальше перешел да и очень часто бывает история когда приходит человек я им все рассказываю первичный прием у нас может быть до 40 минут то есть я максимально моя задача достучаться вот а он говорит слушайте доктора у меня ничего не болит а я сейчас на вас прокуратуру за за диагноз которого нет вам надо статистику делать доктор и потом он этот же человек и у меня уже такая профессиональная привычка отписывать все потому что проходит определенное количество лет он же ко мне приходит с претензиями что он первый раз слышит я говорю знаешь вот такого-то числа такого-то года мы с вами разговаривали на эту тему вот пожалуйста то есть особенности и ведь для пациента это большой плюс что если мы начинаем лечить болезнь не прогрессирует ну и насколько я понимаю те люди которые идут на открытое лечение во-первых это их выбор и в принципе если они доверяют вам эту тайну словно это правда тайна тогда вы же не пойдете рассказывать всем родственникам знакомым это его решение будет он рассказывать я вам могу сказать что когда я встречаю вот так где-то в торговом центре или в ресторане или где-то с мужем вместе допустим своего пациента мы его не видите нет мы здороваемся но для мужа это мой коллега по работе вот то есть у нас нет привычки обсуждать моих пациентов хорошо лечение сейчас это такой важный момент вот вспоминаю там по моему 84 мы прошлый раз с вами говорили когда у нас первый появился зараженными виду в россии я помню те первые телевизионные сюжеты скромные по поводу этой болезни и казалось что это что-то ну такое сверхъестественное нереально сегодня это постоянная будничная к сожалению работа но опять же возвращаясь к первой части нашего разговора четко и складывается мнение у людей которые ну потом не болеют что уже все нашли что пьют какие-то таблетки что таблетки выдаются бесплатно если человек лечится и в принципе если ну участь сия тебя так сказать достанет тебя вот в жизни эта история то как-то можно продержаться вот как проходит лечение и что должны знать те люди которые может быть сегодня стоят перед выбором идти открываться или все-таки искать те же самые там ну схема же тоже значит можно найти каких-то я нового честного доктора который будет приходить консультировать и насколько я знаю что эти таблетки там надо пить определенное какое-то время ну чтобы то есть практически как вот вы говорите ну это пожизненное лечение пожизненное лечь ну во первых фраза как-то может продержаться они вяжутся с сегодняшней действительностью не как-то может продержаться жить хорошую нормальной жизнью рожать дорогу детей от спида не умирают если лечиться вы знаете 19 человек у нас в этом году умерло из них два человека от спида умерли все таки от спида умираю но вот именно те кто не лечится по поводу лекарства они правда бесплатны и уже три года уже даже 4 я думаю год раньше у нас была другая тактика мы ждали пока у пациента начнут ухудшаться анализы снизится иммунитет вырастет количество вируса выше определенной там значений и тогда мы начинали лечить а пока пациент сохранен мы как бы ждали пока он будет не сохранен скажем тогда во всем мире была другая тактика самого начала если есть диагноз вирус надо контролировать и вот я думаю что это было три года назад у нас министр здравоохранения объявил на весь мир что все мы переходим к тем стандартам которые существуют в мире и теперь мы лечим вот поставлен диагноз и по надо лечить что мы будем ждать пока у человека иммунка упадет или у него вируса будет там миллион копий в одной капельке крови зачем нам это надо мы начинаем лечить сразу да и все лекарства бесплатные схемы подбираются они разные или это приблизительно одна схема знаете у нас две стартовые схемы которые конечно с точки зрения мира может быть не такие современные их две но с другой стороны если мы посмотрим по группам препаратов и по рекомендациям воз мы туда строго укладываемся а дальше в общем-то вы знаете у нас областной центр спида достаточно активен в плане новых препаратов и если нужны резервные препараты более современной или выработалась устойчивость вот к этому лечению мы меняем схемы сейчас прямо активно активно но вот хорошо человек до предположим ну более менее ведущий нормальный образ жизни но все-таки заразился до половым путем вот на таблетках вы сказали что это уже пожизненная история как-то происходит одна таблетка в неделю какой-то укол он как-то к вам приходит то есть как проходит жизнь этого человека который вот уже не вернется наверно к другу потому что спит нам не лечится у нас все-таки я не виду не дни взять не будет пока он не излечивается но можно жить с таблетками но можно жить с лекарствами это происходит следующим образом у нас выписка препаратов именно у нас вот раз в два месяца я активно работаю со своим руководством чтобы они мне разрешали хотя бы раз три месяца потому что если пациент принимает он стабилен у него прекрасный иммунитет у него неопределяемая вирусная нагрузка и он работает конечно даже раз два месяца мы с вами понимаем бывает сложно да с работой отраслься это рецепты аптека у нас же в нашей же поликлинике то есть никуда ехать там не надо на тебя смотрели нет это в общем потоки со всеми остальными никто там ничего не заглядывает ни через какое плечо вот и раз в полгода пациент сдают анализы то есть абсолютно я считаю не обременительно и если брать по схемам то одна таблетка в день это все-таки у нас резерв на нем у нас дети подростки на одной таблетки в день и либо когда у меня есть пациенты возрастные у меня есть пациенты мы 70 и 76 лет и понятно что у них и диабет и гипертония и допустим своих 12 и еще моих будет там 6 это перебор то есть мы в каждой ситуации рассматриваем индивидуально а вообще тактика везде во всем мире одна и та же но среднестатистический такой есть какой-то больной спидом вот который живет как вы говорите нормальной жизнью сколько он должен употреблять этих таблеток значит у нас я говорю две схемы одна схема вот сейчас настоящий момент это три таблетки на ночь вторая схема у нас каждую ночь нам перед сном перед сном да а вторая схема там получается три таблеточки утром 4 вечером после еды но каждый день но каждый день по поводу раз в неделю по поводу раз в месяц исследования идут я в том году училась в федеральном центре спида как раз у них сейчас проходят клинические испытания и правда чем дальше тем у нас вот прямо перспектива лучше лучше то есть это все к нам придет возникает вопрос молодые люди встречаются он и она возьмем нормальную версию никаких психо вот этих веществ а которые мы еще не выучил это правильно название и на каком-то этапе кто-то честно вот признается что он на как это называется на терапии по моему еще что то есть этот партнер безопасен он может за по и человеком туда вообще другая история так значит вот 35-40 лет вот у них вот та реакция которая вам рассказала и не только у тех кто заразился а просто спросить человека до этого возраста у него будет реакция а это меня не касается это проститутки наркоман а а у меня дочери 24 и среди ее знакомых ребята девчонок есть вич инфицированные и вот я смотрю может что и мама с этим всю жизнь работает может быть но я смотрю вот как в их возрасте абсолютно спокойное отношение к вичу вот спокойно они знают что люди ездят но вот я живу в москве там они на соколинку никто из этих молодых людей там не употреблял психоактивные на половой путь же никто не отменял тем не менее до в молодости да да тем более там институте там но он просто говорит да что ты понимаешь ребят и девчонки они друг от друга не скрывают но при этом например я слышал такое что настолько эти таблетки великолепны что опять не заразен да не заразен что без презерватива может да значит вы знаете как у нас тут немножечко разная тактика с нами с европейскими коллегами потому что у нас мы все равно вот я врач я должна на приеме сказать слово презерватив вот у нас говорю еще раз совершенно потрясающий центр спида который полтора что ли месяца назад огромная была конференция по спиду огромное онлайн конечно и там участвовали иностранцы участвовали именно иностранцы профессора которая работает с вич инфекцией вот очень интересно было к французы говорили что они говорят на приеме что вы не заразны потому что это убирает еще один вот факт чтобы снять стигматизацию но с другой стороны опять же те люди которые ведут не самый здоровый образ жизни получаю ловишь человек лечится да да но получая вот этот некий карт-бланш от того что ты мол не заразен они идут во все так сказать не идут это это и от этого не зависит хорошо человек такой вопрос скажите сколько стоит сегодня лечение таблетки же бесплатная бесплатно государству вы знаете я не могу сколько он стоит государству потому что мы их получаем бесплатно но я знаю что у меня есть категория пациентов которые допустим иностранцы и они не могут получать бесплатно в россии да но если они ко мне пришли на прием я не могу вам сказать ребята дитяка едика в свою страну они живут здесь и никуда отсюда не уедут у них тут и дети могут быть да и нормальная жизнь совершенно эти люди покупают я могу сказать что схемы до 10 тысяч в месяц это вот эти стартовые есть у нас схемы где один препарат 70 может стоить то есть напомнило что это пожизненно месяц но особенно это как любое лекарство когда они только появляются они дорогие потом появляется что-то новое эти дешевеют поэтому здесь резюмируя все-таки понятно что проблема существует может быть она уже не такая острая как это было ты нет она острая острая на острая просто как-то настал в сознании так просто людям надо научиться не только с этим жить самому себе но это пытаться объяснить другим что это ничем не отличается от других заболеваний которые пока к сожалению не удается победить полностью знаете никому ничего не надо объяснять я считаю что если каждый из нас начинает самого себя это будет круто а пока у нас очень часто мы пытаемся кого-то научить вместо того чтобы заняться своей жизни спасибо вам большое вашим коллегам у нас в гостях главный специалист по организации медицинской помощи вещеинфицированном городском округе люберца врач инфекционист елена разговорова всего доброго я не знаю как с днем днем на это праздник ваш профессиональный можно сказать да с вами был николай пивненко эта программа открытый диалог всего доброго до свидания